Пока во всем мире бушевал коронавирус, большинство опасных инфекций сделали шаг назад. Но как только ковид сдал позиции, заболевания вновь дали о себе знать, в частности, менингит. Так, на прошлой неделе в Екатеринбурге на складе одного из маркетплейсов произошла вспышка менингококковой инфекции. Всего в городе заболели 15 человек. Двоих спасти не удалось. Из-за вспышки жители некоторых регионов, в частности Красноярского края, сейчас отказываются от онлайн-покупок в интернет-магазинах. А зря. Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, и то при длительном контакте. Это закрытые коллективы, например, общежития, ну так скажем, с длительным постоянным пребыванием людей, казармы, оздоровительные учреждения с круглосуточным пребыванием. Человек, ну предположим даже, да, который при чихании, при кашле выделяет менингококка на посылку или какой-то другой предмет, да, предмет проехал через половину страны, пролетел в самолете при отрицательных температурах, да, и потом попал непосредственно получательно, он абсолютно безопасен в отношении возбудителя менинговой инфекции. Врачи отмечают, что болезнь протекает в разных формах – более легкой, бессимптомной и тяжелой. В виде насморка, воспаления легких, менингита. Самая страшная форма – менингококковый сепсис, когда бактерия попадает в кровь. В практике видим, что чаще такие формы гиперлогического течения развиваются и возникают у людей молодых, крепких, здоровых, знаете, те, которые, ну, как-то даже и не жаловались раньше на частые простудные заболевания. Вот дети, у которых, да, ну, в таком, скажем, возрасте еще не состоявшейся иммунной системы, тоже, кстати, в группе риска. В Алтайском крае ежегодно регистрируются случаи заболевания. В доковидный период фиксировали от 8 до 12. Случаются и летальные исходы, но они единичные. Способы защиты, укрепления иммунитета, ношения масок, вакцинация. Прививка, конечно, не входит в обязательный календарь, но, возможно, при эпид-показаниях. Прививают по эпид-показаниям контактных, здоровых контактных. Ну и также существует, как при любой инфекции, группы риска, которые подлежат в обязательном порядке вакцинации. Это, в первую очередь, у нас военнослужащие, то есть призывники, которые призываются на военную службу. Это медицинские работники, которые работают в инфекционных стационарах. Это работники социальных учреждений, детских домов, домов, интернатов. Ну и те, которые выезжают в какие-то эндемичные территории. Инфекционисты отмечают, что вспышка менингита происходит раз в 10-14 лет. У одного из 10 заболевших, как правило, заболевание протекает в острой форме. Самая главная опасность инфекции в том, что она стремительно развивается. Пациент сгорает на глазах. Поэтому при первых симптомах, казалось бы, обычной простуды, першений в горле, заложенности носа, головной боли, незамедлительно обращайтесь к медикам. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.